Приветствую вас, Ксения. Могу сразу сказать, что прекрасно вас понимаю в данной ситуации, вот, это не какая-то такая дежурная фраза, хотя, конечно, вы можете считать как угодно, не обязаны мне верить, но, тем не менее, да, это не какая-то такая дежурная фраза, я действительно, действительно хорошо вас понимаю, что выбирать нужно, вам приходится выбирать между близкими людьми, вот, между людьми, которых вы любите, вот, между людьми, с которых вы уважаетесь, между людьми, которых вы цените, между людьми, с которыми, в общем-то, у вас связано много чего в жизни, которые занимают огромное место в вашей жизни, вот, которые много вас, много вас вложили, вот, которые много чего для вас сделали, вот. Но я полагаю, что ложь, ложь здесь заключается именно в том, что они могут от вас отказаться. Что-то вы боитесь того, что они от вас отказываются. Ложь, вот эта вот деструктивная позиция, она в том, что, во-первых, родители, если они действительно от вас отказываются, да, то я не думаю, что эти родители вас любят, да, потому что, если они отказываются от вас, значит это будет означать приоритет их целей над целями вашими, приоритет их желаний над желаниями вашими и, соответственно, перенос личных обид на вас. И правда в том, что при данной постановке вопроса, да, ни о какой любви, в принципе, речи не идет. Никак. Никак от слова совсем. Понимаете? Такая история. То есть, родители здесь, они думают только о себе, да. Если вот они говорят, что ты выбираешь его, типа, то есть, ставят вообще вопрос, понимают вообще вопрос выбора какого-то. Вот. Это родители, которые изначально, ну, они завязаны на себе, они затыклены на себе, они думают в данном случае о себе. Понимаете? Вот. И я не уверен, что это люди, которые вас любят, по крайней мере, не уверен, что это люди, которые любят вас любовью, да, именно искренней какой-то и чистой. Вот. И тут уже вам безусловно обещать, считаете ли вы такую любовь нормальной, нормальной, или вы не считаете такую любовь нормальной, или все-таки вы думаете и знаете, что любовь к родителям, она должна быть тоже немножко другой. Вот. Здесь на самом деле многое зависит значительно только от вас и от того, как вы всю эту ситуацию реально воспринимаете, понимаете, и как вы ее видите, видите, и так далее. Вот. Потому что, ну, если в вашу систему ценностей данный аспект укладывается, если вы считаете, что это адекватное такое отношение, да, то, соответственно, ну, что вам можно сказать, если вы считаете, что такое отношение неадекватное, то, соответственно, вам нужно просто из этого выходить. Вот. И здесь, как бы, вот вы говорите, да, как наладить отношение с родителями мужем без потерь. А вот на самом деле, на самом деле никак. Да. То есть, как бы, объективно, объективно, ваш муж, он находится дальше. Он находится дальше, дальше, чем родители. Вот. Объективно. И именно по этой причине, по этой причине, родителям, родителям, именно родителям, ага, легче принять вас, потому что вы их дочь, чем мужу, который, в принципе, человек, человек, ну, более отдаленный от вас. Вот. Вы брать, поэтому всегда нужна именно мужа. Ну, то есть, любимого человека, партнера. Вот. И так далее. Не родителей. Потому что родители, еще раз повторю, если они вас любят, да, они никуда не денутся, они никуда не уйдут, они будут с вас. Вот. Если же они уйдут, если же они уйдут, если же они как-то вот отвернутся от вас, вот. То здесь, конечно, вряд ли уже можно говорить о том, что это те люди, значит, ради которых стоит что-то делать и вряд ли можно говорить о том, что это те люди, ради которых, тем более, стоит жертвовать своей личной жизнью и мужчин. Потому что, ну, да, мужчина поступил очень негативно, да, мужчина поступил достаточно плохо, вот. Но, исходя из того, что вы описываете, судя по тому, что вы описываете, ваши родители, они такие, действительно, очень властные, вот. И, действительно, могли в вашу жизнь, как бы, лезть. И мужу, действительно, это могло не нравиться. То есть, вот опять же, да, вы пишите, что вот, муж ушел, сказав, что мои родители лезли в нашу семенную жизнь, но вы никак это не комментируете, абсолютно никак не комментируете, это, такси нет. То есть, ли он прав, ваш муж, в том, что родители лезли в вашу жизнь или нет. Потому что, если он прав, то о чем, собственно, тогда идет здесь речь, если он прав. Здесь речь идет тогда только о том, как вы с ним выстраивали отношения, что вот такой поступок с его стороны стал возможным. Понимаете? Вот. То есть, тут, мне кажется, вы, вот, изначально, да, делаете акцент немножко не на тех вещах. И, ну, я сейчас, опять же, поясню это более подробно, чтобы вы поняли всё. Вот. Пока-то, просто, в общих чертах, в общих чертах, да, еще разное, то, что среди родителей, да, между родителями и человеком, которого мы любим, нас всегда выбираем именно любимого человека, у нас родители, у нас, как бы они в любом случае останутся с нами, они будут с нами, они будут нашими всегда, вот, а люди могут, могут уйти. Вот. И, соответственно, с этой стороны, позиция, которую родители понимают, да, то есть, ну, такая вот позиция, она эгоистичная, в данном случае, и к вам, ну, скорее всего, никакого отношения не имеет. Вот. Смотрите. Значит, муж ушел, сказав, что родители лезли в нашу жизнь. Ну, совершенно очевидно, да, что у мужчины кипело, у мужчины болело, он взорвался, взорвался. Вот. А там у меня брат рук и со сломанной рукой. Вот. Это, конечно, очень плохо. Это, действительно, очень серьезная потеря для вашего доверия. Вот. Правда. Но важно понимать, Ксения, что доверие люди выстраивают вместе, что они выстраивают отношения вместе, что они строят доверие с нами, и что вы тоже, получается, приложили руку к тому, что произошло. То есть возьмите на себя ответственность за эту ситуацию, в той степени, в какой вы ее несете, и примите какое-то решение, что вот, да, например, я была не права в том, что позволяло родителям, допустим, много вмешиваться в нашу личную жизнь. Ну, допустим, допустим, да, я там сейчас не говорю более конкретно, потому что не знаю, не знаю более конкретно, как обстоят дела, но тем не менее. Вот. А ты? А ты что будешь? Ну, то есть, как бы, а ты понял какие-то, какие-то вещи, которые, ну, именно ты неправильно делал, именно ты неверно делал. То есть, ты, как бы, ну, отдаешь себе в эту машину. То есть, ты будешь какие-то решения воспринимать. Вот. То есть, это вот то, что уже можно спросить мужчину, да, то есть, и так, в принципе, вы можете вот с нами доверить. Вот. Нет, с этим, конечно, ну, выразить, может, свои чувства по поводу того, что вы его предали, что он вас предал, что он вас бросил, что вам было очень тяжело, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот по смущению, ну, нельзя списывать это со счетов, да, в любом случае, в любом случае это поступок достаточно такой ненужской. Вот. Даже не смотря на то, что родители могли его, там, реально, действительно, бовстать. Вот. Я думаю, мы с вами, еще раз повторю, очень важно именно, именно доверие. Вот. Если доверия нет, то без доверия вам будет очень-очень, очень тяжело выстраивать отношения. Вот. Так или иначе. С... 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 Дальше. А... Так. Родители помогли закончить ремонт. Ну, опять же, для чего они это делали, да? Ну, написал много-много гадостей, вылил много неприятных вещей на меня и родителей. Ну, в принципе, у него наболело, очевидно. А я была в щелком состоянии, мне как говорится, что воля, что не воля. Здесь я не очень понял, что ты имеется в виду, что вы убежали в щелк и избавили себя от необходимости принимать решения, да, и брать ответственность. Ну, тут, соответственно, вопрос о том, как часто это делается. Вот. Мучный контакт мне еще не шел. Опять же, а должен был или что? Однако, перед акцем мы поговорили, и мы все знали, что не хочет развода. А чего хочет? Тогда родители меня очень поддержали. Так, родители меня очень поддержали. Опять же, в чем, для чего и, как бы, вот, у вас как-то идет достаточно обрывисто. Родители вас поддержали. Хорошо. Они не должны были поддерживать? Разве, разве не прямая обязанность родителей поддерживать своего ребенка? Вот. Или как? Как вы, как вы считаете? То есть, почему для вас, почему для вас, вот, почему вы отдельно, грубо говоря, выделили? Кто-то родители вас очень поддержали. Вот, судя по тому, что вы описываете, да, судя по тому, что вы описываете, так очень похоже на то, что, родители поддержали вас специально для того, чтобы потом вам это предъявлял. Вот. Я, конечно, не знаю все истории, да, я, конечно, не могу на сто процентов быть уверенным в этом. Но, вот, судя по тому, что вы описываете, да, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, как это все у вас происходит. Вот, такое родители делают для того, чтобы, чтобы делали это для того, чтобы, чтобы вы им были должны. Дальше, судя по тому, что мы с мужем стараемся наладить отношения. Он зовет меня жить к себе, но мне страшно. Так, ну, здесь вам с мужем уже нужно разговаривать, здесь же вам с мужем нужно работать с психологом, нам нужно обратиться к психологу вместе, чтобы друг другу лучше понять. Вот. Если он оставил меня в разрухе из травмы, как я могу ему доверять? Возможно, вы не можете им доверять, но вам будет спокойнее, если вы больше будете полагаться на себя. А судя по тому, что вы описываете на себя, вы полагаетесь с огромным трудом. То есть, вы полагаетесь либо на мужа, либо на родителей, а сами вы предпочитаете убегать в шоковое состояние и не принимать никакой ответственности. Вот. То есть, возможно, будет лучше, если ваше окружение будет таким более открытым, более искренним, более альтруистичным, менее эгоистичным и так далее. И это не родители. Знаете? Вот. То есть, тут вот мне кажется, что больший акцент на ваших собственных ресурсах, с одной стороны, с другой стороны, на формирование, возможно, более качественного окружения. Вот это вот вам, возможно, пойдет на пользу. Вот. И, соответственно, вы представляете, так зависит от мужа и, ну, и от людей. Вот. Даже, 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 что немаловажно, от своих родителей. Вот. А это, еще раз повторю, очень важно, чтобы вы не были от них давид, чтобы вы не чувствовали себя виноваты перед ними, если вы чувствуете. Дальше. Так. Родители меня не поддерживают, говорят, что я повелась, на его схватке конец. Так. Ну, вопрос к вам. А родители вас они не должны поддерживать? То есть, почему вы считаете, что, почему вы делаете акцент на том, что они вас не поддерживают? Ну, это их право поддерживает вас или нет? Это их, это целиком и полностью их право, понимаете? То есть, они могут вас поддерживать, а могут и не поддерживать. Они могут хотеть вас поддерживать, могут не хотеть вас поддерживать. И это, в общем и целом, вполне нормально. Вот. Понимаете? То есть, вполне нормально, что родители вас не поддерживают, они не должны, это ваша личная жизнь опять. Мне непонятно, почему, а, точнее, мне непонятно, как получилось так, да, как получилось так, что родители вообще, может, может, получили доступ к вашей личной жизни. То есть, они не уважают ваши личные границы, возможно. Из-за этого вы не уважаете свои личные границы. И по факту получается так, что личной жизни, как таковой, у вас нет. Просто они имеют право голоса в том, что касается вашей личной жизни только потому, что вас поддержало. Вы согласитесь, достаточно странная позиция. Так, я тряпка, позволяю, чтобы манипулировать, что он только гадостки на родителей сказал, а я выбираю. Ну вот, это вот история, да, когда говорят, что он даже только гадостки на твою маму, да, на твоего папу сказал, это всё, это уже по сути возвеличивание своей фигуры, это стремление к вас. То есть, манипулируют они здесь. Ну вот, все равно ставят ему условия, что они, конечно, меня понимают, что у меня возраст, раз я его выбираю, вот, они мне квартиру оставили, а я побегу жить к нему с холопой, что я себя не уважаю, их не уважаю. Ну, по поводу того, что вы себя не уважаете, они правы, но в действительности вы же понимаете, что, говоря вам так, они не хотят, чтобы вы себя уважали. То есть, вы не чувствуете от них уважения к себе. Уважающие родители вам никогда бы такое не сказали, они бы никогда не сказали, что вы тряпка, что вы должны выбирать их, и что вы не можете быть этим человеком только потому, что он на них, то есть, на родителей что-то там наговорил. Ну вот, вот, значит, а раз они это говорят, значит, они не очень уважают вас сами по себе. Ну что ж, и раз они вас не уважают, раз они вас не уважают, значит, они об этом и говорят, о том, что, как они к вам относятся. То есть, это история про то, про то, как они вас видят. Понимаете? Вот, это они говорят вам, что ты себя не уважаешь. Да? Что ты себя не уважаешь. Ты должна себя уважать. Как бы говорят они вам. А посыл, что посылают вам какой, что ты себя не уважай, что ты правильно делаешь, что ты себя не уважаешь, мы будем всё делать за тебя. То есть, мы все решения примем за тебя. Вот. Ну, то есть, это вот такая классическая манипулятивная идёт схема. Вот. И вам нужно из этой схемы, конечно же, выходить чем быстрее, тем лучше. Вот. Вот. Ещё раз, да. Любящие родители, ведь вести себя аж так не уважают. Дальше. Мучера, руководство, отношения налаживаются, просил родителей приехать в свой железный. Правильно. Я не знаю, как сказать родителям, я хочу приехать. А тут нет правильных слов. Просто говорите им, что это ваш выбор и всё. Вот. Знаю, что они меня не поддерживают. Они не должны вас поддерживать. Ксения, но то, что вынуждает злых поддержки, это уже ваша проблема. Знаете, это уже ваша проблема, которая проистекает корнями в неуверенности в себе. Страх одиночества в перекладывании ответственности. Низкую самооценку. Вот. Боюсь, что они откажутся от них от меня. Ну, во-первых, я очень сильно в этом сомневаюсь. Во-вторых, если они действительно откажутся от вас, то можно ли говорить об их любви в таком случае? Это во-вторых и в-третьих. Что для вас означает, что они от вас откажутся? То есть, ну вот они отказываются от вас. Вот они отказываются от вас. Завтра, например. Завтра они от вас сказали. Что для вас это означает? Вот именно конкретно для нас. Как мы будем сомневаться? Знаете, для тридцати однолетних, для тридцати однолетних женщин, вы слишком сильно привязаны к родителям. Своим. То есть, чересчур много значения их мнения для вас имеют. А так быть не должно. Ну, отказываются они это. Это их выбор. Знаете, что они не любили вас никогда. Разве нет? Ну, то есть, то есть. Вопрос, да, какой? Отказались бы люди от своего ребенка, да? Если бы они его любили. И если бы они хотели его счастья. Ему счастья. Нет. Ребенок делает выбор? Да, ребенок делает выбор. Какой выбор? Ребенок делает. В пользу своего счастья. Любящие родители что в этом случае делают? Любящие родители в этом случае принимают его выбор. и говорят, ну хорошо, если ты так решил, мы для тебя счастливы. Мы рады, что ты приняла решение такое. Мы его не одобряем. Мы его не одобряем. Но если это то, чего ты хочешь, действительно, если это то, чего ты хочешь, по-настоящему, то мы принимаем твое решение. Если это сделать тебя счастливым. Вот и все. Вот так говорят родители, которые, значит, действительно любят твоего ребенка. Которые думают о нем. А ребенка думают не о себе. Ну а у вас история, она что-то совсем по-другому складывается. И мне кажется, мне кажется кажется, что эта история сложилась не случайно. Семью разрушать свою не хочет. А вы не разрушите семью. Мать и сына. Нельзя разрушить семью. Если семья есть семья, да, если семья является семьей, вы не разрушите. Нельзя разрушить семью принятием своего решения. Нельзя разрушить семью застрелением к своему счастью. Но если люди ставят выбор, ставят перед вами выбор, ставят вас перед необходимостью выбирать. Либо мы, либо он. Это значит, что семьи у вас уже давно нет. И вам лучше всего было бы принять это как можно быстрее. Понимаете, как можно быстрее принять тот факт, что семьи у вас уже давно нет в этом случае. Потому что вы живете иллюзией, иллюзией семьи. Чем быстрее вы это признаете, чем быстрее для себя вы это поймете, тем лучше будет для вас. Чем быстрее вы станете свободными. Да, будет больно. Да, будет тяжело. Да, будет негатив. Будет много негатива. Вам придется, возможно, переучиваться. Где-то в чем-то вам придется переучиваться. Но это лучше, чем то, что вы сейчас, по сути, уменьшите с двух огней. Правда в том, что любящие люди никогда не поставили бы своего ребенка в такую ситуацию. Какую поставили ваши родители вам. Правда она в этом. И вы либо это сейчас вспоминаете и начнете что-то делать. Либо вы будете так же жить, по сути, как и жили до этого. Вот, вы будете жить так же, вы будете действовать так же. И, по-прежнему, родители будут влиять на вашу жизнь. И в чем тогда не прав ваш муж? В чем тогда он не прав? Ножидочно он дал не меньше выхода из этой ситуации. Потому что вы хотите сидеть на двух стульях. Вы хотите, чтобы ваши родители были довольны и чтобы вы были с мужем. Так не бывает. У любого действия, у любого поступка есть своя цена. Вы определите для себя, какую цену вы готовы заплатить за то, что вы хотите. Насколько она адекватно вами выбрана. Цена. После этого принимаете решение. Но совершенно очевидно, что вы боитесь одиночества. Боитесь потерять родителей. Боитесь потерять их одобрения. Совсем очевидно, что вы зависите от своих родителей. Эморционально. Вот. И от этой зависимости мужчины не избавляться, освобождаться от них. Понимаете? Если вы даже с мужем жили, с родителями. Ну разве это нормально? То есть получается, по факту, вы не были полноценными хозяинами, а он не был полноценным хозяином. Муж. С своей семьей. Понимаете? То есть вы говорите, семью разружаю, свою не хочу. Тут как-нибудь как бы... Не очень понятно, что вы подразумеваете под своей семьей, да? То есть ваша семья с родителями или ваша семья с мужем. Это... Ну в любом случае, если вы подразумеваете под своей семьей мужа, да? То это правильно. То есть это и есть ваша семья. И она должна быть на первом месте в данном случае. А если вы подразумеваете свою семью, семью родителей, то это иллюзия. Вот. Но мне думается так. Мне думается так, что дело не в семье. Дело не совсем в семье. Дело скорее именно в вас. Вот как мне видится эта история. То есть дело в том, что для вас вообще семья... Ну, значит. Вот. То есть... Посмотрите, пожалуйста, для чего вам та или иная семья. А что она вам дает? Вот вы говорите, что я боюсь, что родители от меня откажутся. Боитесь. Что вы потеряете? Ну, вот. Серьезно. Насколько вы самостоятельны по жизни? Насколько вы самостоятельны? Все. Вы говорите, что... Муж оставил меня одну, да, сломанной рукой в разрухе. С точки зрения психологии, это в некоторой степени жертвенная позиция. То есть вы ведете себя здесь, как жертва. От меня ничего не зависит. Меня оставили, меня бросили и... Все. Так, опять же. Взрослый и ответственный человек... Не рассуждаю. Взрослый и ответственный человек сказал бы так. Я осталась одна в разрухе и засломанной рукой по какой-то причине. Понимаете? То есть я почему-то осталась в такой позиции. Я почему-то оказалась в такой позиции. И смотреть такой человек стал бы в первую очередь на себя. Не на других людей. Понимаете? Вот это... Что-то вам нужно сказать. То есть не отменяя того факта, что муж совершил по отношению к вам не самое хорошее действие. Не отменяя того факта, что муж действительно, он действительно, можно сказать, вас предал. Вы обращаете внимание еще на личную ответственность на себя. Потому что за свою жизнь вы отвечаете в том числе. Понимаете? И чем раньше вы начнете за нее отвечать, вот вы сами, тем тем лучше для вас будет. На этом все. В том, чтобы брать на себя ответственность. Это не так легко поначалу. Особенно если вы этого никогда не делали. Но в этом вам можно помочь. Поэтому обращайтесь к любому из наших специалистов. Предварительно ознакомившись с треугольником Карпмана в интернете. И предварительно определившись с тем, с чего вы хотите. Потому что пережить это, это классическая позиция страуса. То есть я как-то переживу, оно как-то само собой образуется. Нет, не образуется. Сделайте выбор, определите сцену и идите дальше по жизни. Только так можно быть счастливой. Если у вас остались вопросы, непосредственно по моему ответу пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.